здравствуйте дорогие друзья с вами я флиот приветствую вас на своем канале где мы будем проходить третью часть нашей могущественной эпопеи про 47 хромосомного лысого друга игра это называется hitman контракты и давайте еще раз посмотрим вступительную доставочку line interactive наконец-таки мне удалось удовольствие поиграть в эту хорошую не скажу что лучше но довольно не похоже третью часть и я с удовольствием покажу ее вам вот ну что еще что они сказать об этой игре игра стилистически выполнена очень на хорошем уровне не без косяков конечно но довольно таки интересно плане сюжета интрига какая-то присутствует вы я вообще люблю вещи все фильмы игрушки с интригующим сюжетом который оставляет а так вот о чем это я которые оставляют место для пищи для размышлений вот надеюсь что вы тоже этим самым насладитесь а сейчас давайте посмотрим вступительный ролик для наш лысый товарищ оказывается оказывается раненым в отеле во франции оказывается раненым в отеле во франции верни сам номер 306 к помните во второй части нам откладывали в ячейке 306 номер на 306 оружие ну вот собственно он теряет сознание на этом начинается наша игра hitman контракты куда же без него без джеспер акида спринтер сил или hitman куда же без него не могут обойтись то ну что ж стартуем выбираем профессионалы и вот она наша первая миссия начинается вступительные которые называются последствия в убежище если вы помните по моему уже по каждому или вообще это сами играли hitman в первую на этом собственно заканчивается первый hitman где наш лысый друг приходит в румынское убежище где его создали и убивает кучу своих братьев и своего так называемого папашу наслаждайтесь сценкой ну вот и все собственно это папашка мертв такс ну потихонечку надо выдвигаться поднимем ключ с него не забываем и выходим из этой белой красивой комнатки такс ну тут у нас такое кровавое зрелище лежат куча наших братьев поднимем с них пистолет тоже когда кровь красиво четко прорисована следов почему-то он не оставляет пройдя по такой лужище крови странно тебя очень круто перекосил дружок так шушь идем выдвигаемся так это вот у нас сканер где мы подтаскивали почему выходим в комнату у нас тоже встречают нас таким вот не самым пух полетел и самым приятным зрелищем опять же таки повешенные пациента еще и летающий ко всему прочему в общем такой массовый бардачок произошел устроили мы верни правда в первой части конечно не все так было живо и не так ссыкотно было сейчас идешь прям даже мурашки по коже всякие вот упыри тут он лежит стоит разделывает ножом блин вообще офигеть аккуратно блин хоть чуть возьмет ненароком напрыгнуть как взяли здесь мы шприцов они конечно нам особо не понадобятся ну так мало ли муж кому-то захочется я зачем-то зашел и взял такой коридор довольно таки линейный свернуть нам особо здесь никуда не дадут потихонечку так я можно и бегом конечно я не знаю решил прогуляться накладиться красотой всего уровня еще один перекошенный собрать клев валяется интересно такс мы уже потихонечку подбираемся к выходу заходим вот в эту левую дверь сейчас мы уже должны будем выбраться из этого лабораторного психокомплекса гоу 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 спецназ за нами пришел пара нам так снуку разойдитесь товарищ давайте 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 быстрее не толкаться только не толкаться вызываем ли сейчас едем на самый верхний этаж так здесь крадучись аккуратненько там камера переодевайтесь в пациента и можно сейчас идти так сейчас заглянем в эту комнатку тут лежит винтовка сейчас мы вытащить не сможем пациент с винтовкой нас сразу застрелит вот если кто-то вдруг забыл ключи от машины тут вот тоже на столе лежат ключи от машины так что если вдруг там с профессора с мертвого вначале не взяли так что по моему комнату где прям франкенштейна оживляли до монстра этого доктор франкенштейн оживлял монстра так нас там просят выйти с поднятыми руками все такое нужно на самом деле давным-давно у нее за спинами притворимся шлангами двумя высоток этот ничего не понял мы сейчас идем за ним сейчас встаем шприцик или удавочку к тому кто как хочет на самом деле на рейтинг это не повлияет на можно убить можно и усыпить а убить решил что чем не раздражал берем у него винтовку и снимаем с него одежду и все собственно этом уже почти все закончил сейчас осталось нам связь балкон и залезть вон ту машину в аккуратно там ходят товарищ полицейский как у нас прям господин полицейский скоро будут называть милиционеров смеху то будет а потому что входит господин полицейский когда он в общем отвернется зайдет за машину спускайтесь и давайте садитесь спокойненько и уезжаем на этом первой миссии заканчивается silent assassin рейтинг мы получаем можно будет продвигаться в следующую надеюсь вам понравилось до следующих встреч дорогие друзья постараюсь сделать побыстрее по вторую миссию до новых встреч всем пока